всем доброго времени суток с вами димандорф и сегодня мы пообщаемся с вами такой очень интересно в принципе тему вот это калькулятор лечения это была полностью разгадана формула лечения в этом модуле и многие скажут что типа это не нужно типа это пустая трата времени и так далее вот но я скажу обратно на мой взгляд это нужно потому что это позволит более правильно как распределять характеристики персонажа так и более верно и постепенно собирать в нужную сторону персонажа да для меня например когда я начал открыл для себя эту формулу я понял что жрать в просто всю хавку на крит полностью нецелесообразно и кабачковый суп или чего нас там было есть например нет смысла как для ну для паладина то есть да а имеется все таки смысл жрать сорбет вот это в принципе дало свой прирост к сожалению у меня его нету на персонажа то есть да но это мало о чем не говорит вот перед вами прекрасная табличка сделанная мною это формула лечения я ее выделю то я перенесу отдельно вот выложу потом в комментариях они в комментариях а в описании под роликом будет отдельная таблица где вы сможете взять уже данную таблицу себе и сможете также абсолютно спокойно считать вот что мы здесь видим в первую очередь это урон у нас оружием то есть да это основа пола один из основополагающих у нас факторов увеличения нашего исходящего лечения вот но мы берем из основу не всю 4 320 до которые у нас написаны а мы берем данное число деленное на сотню то есть да когда люди говорят о том что типа бегаете с мк 2 пухами там ну не с мк 2 пухами имеется ввиду со старыми пухами семидесятами с мк можете слать их абсолютно далеко и надолго по причине того что типа ребят я вас выхилить просто физически не смогу то есть да вы теряете там сколько-то на своем оружии у мк шнур предыдущего модуля давайте посмотрим сейчас секунду мне даже интересно где у нас делал начал но от до 3000 урона туда вы теряете практически 10 множитель в 10 единиц то есть много это очень много на самом деле вот дальше у нас идет могущество могущество тут тоже ситуация очень интересная вот по причине того что могущество у нас будет диме диме нишить само собой до увеличиваться ее затраты увеличиваются в зависимости от ее количество то есть вот она формула вот она вот эта формула то есть да мы берем могущество да приплюсовываем к нему 100000 и делим его на 200000 и потом плюс единичка просто отдельно для того чтобы модификатор был один сколько-то там то есть да это если меньше сотни но это особенности скажем так вычислений вот почему сделано в 100000 да там почему здесь 200 не 100 вот ну у нас в игре она так считается типа что видимо за ноль считается типичу ли не 100000 вот на самом деле это сделано из-за того что у нас существует значение меньше сотни да и для того чтобы показывала значение диме нишинга до сотни нужно было приписывать вот эти числа в принципе значение относительно получаются точные даже не относительно в принципе точные поэтому против я этого ничего не имею то есть это прекрасная формула на работу дальше у нас идет исходящее лечение вот данных элемент будет у нас участвовать в формуле дважды да но в данном случае он просто берется делиться на сотню до для того чтобы получить модификатор там множитель множение умножения на там на 130 до 32 и 8 типа да вот как у нас здесь использовано вот в принципе это основополагающий один из тоже факторов потому что исходящее лечение для нас очень многое дает особенно на начальных этапах вот на более поздних этапах конечно там там не сильно будет разниться там 3 спута у вас или 4 на исходящее лечение а у хилов без вариантов например 5 но это я про это немножечко позже расскажу почему я считаю что для клириков нужно все таки все 5 спутов на исходящее а не 4 по причине того что там свои элементы вот дальше у нас идет значение скилла я немножечко откачусь назад вот по причине того что так требуется вот потому что я забыл сказать о том что мы можем также назначение скилла который у нас указано вот в этом столбце то есть это классно круто прикольно да и это требуется вот дальше мы берем что в свою очередь такой интересный момент у нас есть крит урон то есть да что могучка что крит урон указано без дорогие ли то есть да мы сейчас переключимся на эту формулу но чтобы не было здесь лишних цифр вот вот он этот элемент да вот здесь получился самый интересный элемент у нас крит урон то есть да процент увеличения от крит урона то есть да это например будет в нашем случае 1.23 вот мы делим его на бонус от исходящего влечения зачем разработчики так сделали что из-за исходящего влечения у нас фактически уменьшается крит урон я до сих пор не понял то есть да у нас выходит такая ситуация что ну тут я у меня получалось разгонять крит урон максимально паладину там по моему сто восемьдесят пять процентов что ли что около того ну с учетом всех бонусов в том числе и сказки вот в данный момент то есть метам немножечко меньше по моему около ста тридцати пяти что ли что около того вот но у меня и сказка сейчас не четырнадцатая да там и так далее вот то есть вот она здесь у меня ниже показано вот этот прекрасный элемент то есть да вот у нас получается из-за 50 процентов сходящего лечения сто тридцать пять процентов крит урона превращается в 90 вот и вот в этом на самом деле существует очень интересный элемент тоже вот поэтому у меня когда я открыл для себя всю эту формулу было большой интересной темы что у меня была загвоздка возможно исходящее лечение могло бы проигрывать большим объемом могущества да там и крит урона если у нас он прям вообще высокий в принципе она выиграл она скажем так может прокать но буквально на одного спутника то есть да вы можете снизить там с 50 до 40 процентов да это реально может дать свой собственный прирост но не глобальный и не сильно нужный вот поэтому в принципе все равно исходящее лечение но немножечко рули да при некритах вы будете прям конкретно лучше хилить до на целых 50 процентов вот и при некритах конечно вы будете хилить немножечко хуже из-за этого в каких-то моментах возможно да при определенных значениях потому что я говорю я на них натыкался но глобально один спутник на исходящее лечение равен примерно двадцати-тридцати тысячам могуще то есть да вот там даже одна от 12-15 до 30 то есть зависимости от у вас количество могущества вот то есть сумме это у нас получаются вот такие интересные числа то есть да вот по поводу еще отдельно то есть почему у меня разнесены были могущество и крит без учета дорогие для того чтобы я вот в этих двух столбцах смог вам их отдельно выделить потому что мне нужно было также знать что профит не для меня на том или ином этапе развития вот что дает больший прирост этом дар на могущество да либо дар на крит урон вот как показывает практика да для паладина это безусловно идет дар на крит урон то есть даю на любых количествах могущества в принципе без вариантов давайте уменьшим могущество например до девяносто тысяч вот и все равно показывать будет не может конкретно в принципе бой лучший результат будет показывать дар на крит урон то есть дам могущество 8000 вроде бы кажется классным но на самом деле это далеко не так вот дальше мы расскажем немножечко про бонусы на исходящее на принимаемое лечение в частности а также сеттиомат и раса драконит что они из себя представляют в этом модуле вот в частности могу сказать что все они между собой складываются и точно так же множится на это значение вот почему разработчики опять же сделали их вынесли в отдельный столбец я не понимаю да но это отдельный множитель который просто между собой складывается вот и в принципе если бы у группы было бы много принимаемого влечения например что раса драконит что сеттиомат он не сильно нужен но для начинающих игроков я рекомендую сеттиомат и в принципе раса драконит да и в принципе при любом раскладе рекомендую данные сетти потому что они все равно дают супер рост поэтому в принципе сейчас в нем и бегаю потому что что у нас могущество у меня немного да и хилю я слабенько вот то считаю для меня вот раса тима раса драконит и тима дает практически двадцатку к отхилу что существенно на самом деле для меня и терять их я лично не хочу и наверное я даже не буду бегать в сете как он не помню неважно в принципе у меня тут другой сет собран да который я считаю альтернативой для атиомата в этом модуле но оставаться я в нем ну буду ли его менять я пока не знаю до тех пор пока я не буду хилить в 300 тысяч группу по стоянку да без каких-либо проблем я этим заморачиваться даже не буду по причине того что это просто не целесообразно вот по поводу урона оружием кстати говоря как вы видите урон оружием у нас у оружие на максимальном аупе это три пятьсот тридцать пять да на до четырех триста двадцать вот это на самом деле вот этот разлет очень сильно печалью потому что из-за него у нас очень сильный разброс в значениях бывает между характеристиками одновременно вот для чего на самом деле я изначально делал эту схему да для того чтобы для себя понимать что для меня профитно прокачивать в тот или иной момент времени то есть да например вот у меня сейчас там есть какие-то камушки не топовые да там еще что то то есть да я знаю что мне например надо апнуть камушек да который даст мне там например тысячу могучки да я сейчас беру запомню то есть да либо мне потратить миллиона об спутника да даже на двух там да у меня потому что синие там спутники стоят сейчас две штуки да и один зеленый вообще в принципе я могу даже четыре процента но возьмем грубо говоря два процента вот мы берем сначала увеличим к примеру здесь вот на два процента смотрим у нас получилось четыреста сто двадцать шесть тысяч ой сто двадцать четыре тысячи сто двадцать пять классно круто прикольно да убираем два процента обратно этим вот и увеличим на тысячу могучку в принципе оно будет равноценно но все таки исходящее дает немножечко больше это ощутимо видно что у нас есть такой момент ну давайте что прям сравнение было более равным сейчас так мы их приравняем друг дружке вот и здесь сделаем c2 процента здесь делаем 34 процента но при этом сделаем здесь сто двадцать три тысячи вот разница в принципе несущественная да ты буквально там три тысячи да ну буквально 600 единиц вот но опять же повторюсь что для меня миллион это будет на самом деле например четыре процента а четыре процента это уже довольно таки много то есть да это уже полторы тысячи это четыре тысячи от хила то есть да но опять же это у меня сейчас крит урон низкий у меня тот и низкая пятое десятое то есть да и так далее вот но посмотрим что будет для меня лучше на более поздних этапах да но это не важно вот у нас также присутствует интересный момент по поводу клириков да и то что у них 60 процентов исходящего лечения ну допустим например то есть я узнаю что можно сделать сто восемьдесят процентов крит урона да сто восемьдесят да мне там шестьдесят процентов исходящего да давайте сделаем шестьдесят не буду даже приравнивать и могущество вот у меня знакомых сто восемьдесят тысяч раз два три сто восемьдесят не там вот здесь мы сделаем к примеру сто девяносто сто девяносто вот но при этом мы здесь сделаем сто пятьдесят пятьдесят процентов исходящего и сделаем здесь тот же самый крит урон вот в принципе мы выигрываем да но смотрите ситуация в том ну то есть да мы выигрываем в при наличии лишнего спутника на исходящее лечение да мы все равно продолжаем выигрывать вот в сторону исходящего как ни странно то есть да но разлет можно сделать еще больше вот например люди у нас любят ставить еще себе так сто девяносто восемь вообще это кстати неправильно немножко считать потому что нам надо например сорбет еще учитывать но это неважно вот и например ставить как они у нас сейчас любят три спутана исходящего какие молодцы а и мы видим что они теряют практически четыре тысячи отхила много ли это для клирика в принципе нет нужно ли это для клириков решайте сами но если мы убираем крит а у хилов как мы знаем нету фитов на стопроцентный крит да мы не ну типа так же прекрасно понимаем что у них вообще слить ну типа критами проблемы и так далее вот мы видим что они хилит у нас уже гораздо меньше то есть да практически мы теряем почти десять тысяч отхила да в которой в некоторых моментах могут прокнуть вот поэтому думайте для себя сами формулу я ну полностью то есть я оставлю элемент таблиц который я использую в данный момент выложу отдельной таблицей на гугл документах то есть да вы сможете взять просто и сами поиграться с характеристиками и понять что для вас профит не в тот или иной момент прокачки вот насколько это прям все хорошо классно и красиво можете сами для себя понимать да вот по поводу кстати принимаемого лечения можно его вот здесь вот так вот красивенько включать и крит вот здесь вот отключается тоже прекрасно вот очень удобный функционал на самом деле вот так что как то так вот всем спасибо за просмотр всем пока гайд на паладин ожидается в ближайшие пару дней вот так что всем пока всем доброго времени сутки а чем в из в в в в в Продолжение следует...